В Курской области горит нефтебаза, об этом сообщает телеграм-канал БАЗа. По предварительным данным, предприятия в Полевой атаковали беспилотники в ночь на 28 июля. В результате загорелись три резервуара. В Минобороны Российской Федерации сообщили, что якобы сбили два дрона над Курской областью и пять над Белгородской. Ситуацию на фронте обсуждать будем с гостем нашего эфира. Сергей Брачук уже присоединяется, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ. Сергей, приветствуем вас в эфире Freedom. Слава Украине, слава вооруженным силам. Доброе утро, коллеги. Героям слава. Сергей, с Покровского направления, конечно же, традиционно для последних месяцов, вероятно, давайте начнем сегодня обзор ситуации на фронте. Там действительно остается самая напряженная ситуация, но вместе с тем из эфира в эфир мы слышим, что так или иначе даже какие-то запасы, даже какие-то резервы у противника, они не могут быть неисчерпаемыми. В любом случае, любым запасом есть какой-то конец, есть какое-то завершение. И, насколько мне известно, сейчас не так уже просто ремонтировать технику определенную, особенно советского образца. Насколько это действительно в дальнейшем сможет повлиять на ситуацию на фронте, и конкретно на самом сложном, на Покровском направлении? Ну, во-первых, действительно Покровское направление, даже в Донецкой операционной зоне, остается самым острым, самым тяжелым и самым насыщенным по боевым столкновениям. Хотя, следует отметить, что весь фронт у нас сегодня отличается не просто динамичными событиями, он является очень активным по интенсивности атак врага. Это касается и других направлений, Южного, и Северного, Харьковского. Поэтому, в любом случае, Покровск – это самое острое, что сегодня происходит. Мы видим, как враг с использованием авиационной компоненты пытается продвигаться. К сожалению, есть продвижение фактически каждый день, пусть по несколько сот метров, но это продвижение, которое обеспечивается резервами. И, кстати, хочу отметить, что эти резервы враг должен был использовать по его замыслу, это очевидно. Во-первых, на других направлениях, во-вторых, наверное, все-таки немного позже, потому что того обвала фронта, о котором говорили россияне и которому готовили все свои действия и проводили все свои действия, на сегодня не случилось. Да, мы действительно говорим о том, что оборонная стратегическая операция Украины, которая продолжается на всех участках фронта, она ставит перед собой две цели. Две главные цели, одну из которых очень сложно, но пока удается достигать, это не допустить обвала фронта, несмотря на продвижение врага. С другой стороны, мы говорим о том, что еще одна не менее важная цель – это как раз уничтожение того ресурса российской армии, который Россия готовила для того, чтобы использовать, ну, скажем так, на наиболее слабых участках, как они считали, наиболее важный для них, наиболее перспективный, прежде всего, в Донецкой операционной зоне. Мы видим, как маневрирует враг сегодня группировками войск, как враг перебрасывает резервы с других направлений на Донецкий фронт, на Донецкое направление, именно Покровский вектор, поэтому действительно ресурсы не бесконечны. Мы видим, что сегодня механизированные компоненты врагом снова активно используются. С другой стороны, мы видим, что и расконсервацию проходят сегодня те образцы техники, которые, ну, вряд ли враг думал о том, что будут их использовать. Оборонка России, как бы Россия об этом ни заявляла, сегодня не справляется с теми вызовами, которые перед ними встали в связи с этой войной. И то расконсервирование техники, которое происходит, тот поток советской старой техники, который идет на фронт по всем участкам, он сегодня не способен выполнить главную задачу, о которой, я уже сказал, прорвать фронт. Хотя есть авиационные компоненты. Мы всегда говорим о авиационной компоненте, потому что это то, где враг имеет преимущество, оно довольно-таки ощутимо. И благодаря тому, что вот эта система выжженной с земли, вот этот подход выжженной с земли, он сегодня, к сожалению, врагу приносит определенные тактические результаты. Мы видим прекрасно, как это было в Авдеевке, как это было в Бахмуте, как враг сегодня это пытается повторить по торецкой агломерации. И, собственно, вот эта тактика выжженной с земли, она применяется по всему фронту. Поэтому максимально сегодня, конечно, нам необходимо сдержать врага, максимально получить помощь от наших союзников, для того, чтобы попытаться, по крайней мере, перехватить инициативу на фронте. Надеюсь, что определенный период, месяц-полтора-два, и у врага будет исчерпан тот ресурс, который он приготовил. Это не прогноз, это, скажем так, ощущение и анализ той ситуации, которая сегодня складывается на фронте. Она действительно очень тяжелая. О ситуации на южном направлении, непосредственно, если загорит Заработина, участились также штурмы российских оккупантов и на том направлении. Что вам известно о ситуации там? Если мы говорим о южном направлении, то прежде всего отмечаем несколько таких векторов. Это Времевский, Лаздар. Враг пытается атаковать, и есть у него тактические продвижения в районе Урожайного. Также враг пытается атаковать в районе Водиного. Там тоже есть, к сожалению, продвижение россиян и Старомайорского. Ну и, собственно, если говорить о Работинском плацдарме, тоже тактика выживанной земли. Сейчас как раз эти кадры мы видим. Серая зона. И враг сегодня больше внимания активизирует на направлении населенного пункта Малая Токмачка. Снова-таки с использованием авиационной компоненты. Это использование и авиационных ракет, это использование авиационных бомб, это то, что позволяет врагу превращать переднюю линию, скажем так, ту ситуацию, когда враг может пехотой уже проходить и пехотой атаковать. Но в любом случае, сегодня тут тоже не допущено прорыва. Есть определенные маневры, на мой взгляд, связанные с боевой работой. Врага, он больше все-таки, на мой взгляд, имитационный, для того, чтобы отвлечь наши резервы. Враг снова возобновил атаки на Гуляйпольском направлении. Это совсем рядом. Пытается атаковать в районе населенного пункта Гуляйполе. По несколько штурмов в день, с использованием механизированной компоненты. Но пока наши позиции, они крепки, не допущена потеря никаких позиций, продвижения врага в этом направлении нет. Ну и, собственно, левый берег. Об этом тоже много вопросов. Все те рубежи, которые есть у нас на левом берегу, они не сданы, позиции не сданы. Это касается и преднепровских островов, на которых наши подразделения держат оборону. Держат оборону довольно-таки успешно, потому что продвижение у врага по левому берегу, то, на которое он рассчитывал, нет от слова вообще. В свою очередь, также в социальных сетях вирусится видео, где Российская Федерация перебрасывает танки Т-90М в Санкт-Петербург. И очевидцы также это все зафиксировали. Ну и, в свою очередь, также сообщается, что эти танки перебрасывают из глубокого тыла Российской Федерации на войну в Украину. И опять же, это свидетельствует о недостатке тяжелой техники. Но насколько Российская Федерация на сегодняшний день может восстанавливать технику? Насколько сильное сейчас производство и сильный внутренне промышленный комплекс Российской Федерации по строительству и возобновлению поврежденной техники? Вот тут очень важный момент. Спасибо за вопрос. Действительно, речь идет о ремонте техники и производстве техники. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Потому что заявленные там 300, иногда и больше единиц именно танковой тяжелой техники, которые якобы производит Россия в течение месяца, они не соответствуют действительности. Речь идет на самом деле о том, что восстанавливаются те танки, которые находились на консервации. И, собственно, то, что враг пытается иногда информационно, в том числе, выбрасывать и в наше информационное пространство, оно показывает о том, что это те танки, которые прошли восстановление, которые прошли соответствующее техническое обслуживание, и, собственно, среди них новых танков практически нет. То есть российская оборонка, я не к тому, что там надо недооценивать врага, нет, абсолютно надо говорить о реале. Так вот, производство танков на сегодня, оно пробуксовывает в любом случае. Идет восстановление, идет расконсервирование, и россияне как раз вот эту технику и считают вот эти 300, ну, условных 300 танков, которые они якобы производят в месяц. Поэтому ресурсы не безграничны, не бесконечны, это тоже надо понимать. Поэтому мы говорим о том, что наша оборонная операция должна выполнить свои задачи, мы должны продержаться, минимально допустить продвижение врага. Еще раз отмечу, что прорыва фронта, несмотря на сложность ситуации, не допущена. Да, были, возможно, какие-то тактические, ну, скажем так, ошибки, даже можно так говорить, от наших командиров некоторых, но принимаются соответствующие кадровые решения, принимаются решения, которые способны исправить ситуацию на фронте. Мы видим, как в том числе и наши резервы выходят на определенные позиции, можно отметить, например, 24-ю бригаду нашего имени короля Данила Галицкого, которая вернулась в Часовый Яр и сегодня довольно-таки успешно сдерживает врага на этих позициях, не дает ему продвигаться так, как враг на это рассчитывал. Поэтому фланговых охватов, например, по Часовому Яру врагу сделать не удалось, поэтому атакует в лоб. Отсюда и выполнение нашей второй задачи, о которой мы постоянно говорим. Это истощение российского ресурса, это то, что мы с вами видим сегодня по сводкам нашего генерального штаба, начиная от уничтожения личного состава, более тысячи в день, ну и, соответственно, боевой техники в том числе. Благодарю вас, Сергей, за то, что вы присоединились к эфиру Freedom. Спасибо вам, доброго дня. Спасибо, все взаимно. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ, был с нами на связи. Украинской добровольческой армии ЮГ,